И есть реальность или жизнь, то, что положено. Допустим, если девушка хочет красивого и высокого, а ей положено что-то одно, то она получит или красивого невысокого, или высокого некрасивого. То есть, надо выбирать. Выбор всегда есть у каждого человека. Но желание остается при этом, никуда не делается. Человек забывает, что он высокий. Она забывает, что высокий, но помнит, что некрасивый. Желание не осуществилось же. Все самое хорошее, что Бог человеком дал, забывается. Вот что не дал, то помнится. Промазала. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что мы не понимаем, что то, что происходит с нами, это все закономерность. Я решил провести эксперимент. Я читаю много лекций, много вижу людей, девушек много вижу. И начал сравнивать. Вот мне, допустим, девушка понравилась какая-то, я начинал сравнивать со своей женой. Смотрю, то же самое. Блин, кошмар. Оказывается, все люди, которые человеку нравятся, они дают ему одинаковую судьбу. Ничего поменять невозможно. Я на себе, на своем опыте жизни так проверил, понял. О, Господи, так это же все. То есть, вариантов нет. Надо оставаться женой. Но когда человек бросает, он получает хуже судьбу, чем до этого было. Он теперь еще наказан. Теперь уже невысокий и некрасивый, а вообще как бы низкий и некрасивый получается только остается. Наказание уже пришло в жизнь. Ну, говорит, я не верю. Ну, надо проверить, значит. Попробуйте. Если проверять, придется на своей жизни уже. Потому что мы говорим о жизни. Это серьезная тема. Итак, есть желание и смирение. Знаете, что желание побеждает только с помощью знания. Их никак не укротишь. Ты можешь, допустим, себе подавить что-то. Но если ты понял, что вот так, тогда все расслабятся. По-другому желание никак не победить. Только с помощью знания. Что мне больше ничего в этом мире не положено. Некоторым это приходится понять через несколько браков только. И человек с трудом признается, что все, хватит менять уже. Все, ничего не сделаешь. Все, вот так устроена моя судьба просто. Но с первого брака это уже понятно. Случайности не бывает. Бог не привязывает людей друг к другу, если это не положено. Такого нет закона. Случайных комбинаций. В этом системе замужества и женитьбы. Нет случайных комбинаций. Вы не сможете жить просто случайным человеком. Но когда вы не можете уйти от человека, уходите, что-то держит. Значит, Бог держит. Потому что Бог людей соединяет. Вы же не можете друг друга держать. Он говорит, что ты меня держишь, я хочу уйти. Это не он держит, он не может. Это Бог держит, он связывает людей. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны помнить или знать об этом. Но если мы об этом не знаем, что так Бог связывает людей, мы бросаем человека, женщина бросает, сердце становится холодным. А у женщины есть два вида красоты. Одна красота привлекает в постель мужчину. Это внешняя красота. Она может менять ее женщину. Накраситься там как-то. Привлекать внешняя красота. Но внутренняя красота идет из сердца. Это доброта называется. Женская доброта. Эта красота заставляет мужчину серьезно отнестись к этой женщине или девушке и взять ее замуж. Доброта в ее сердце. Смотри, какая доброта. Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, а прикоснись с ней только сердцем. То есть, доброта, она из сердца идет. И девушка, которая достойна замуж, Бог ей дает мужа через это ее сердце, через эту энергию доброты. Но если она бросила, у них холод в сердце. И она видит, что привлекаются люди. В постели ложатся, замуж не берут. А если берут, то гражданский брак. Как будто чужие живут. И она не понимает, что ей нужно раскаяние сначала. Нужно сначала аскезу совершить. Понять, что ты не права, неправильный поступок совершила. А только потом Бог даст не лучше, чем было. Еще раз. Еще один шанс. Вторая попытка. Сдать экзамен судьбы. Ну, не такой, не совсем такой, как был. Там есть две, я говорю, два варианта. Две противоположности. Если вы четыре раза уже пробовали, вы увидите, что есть две противоположности. Один вариант вот такой, например, сильный, но грубый. Второй вариант нежный, но слабый. Ну, допустим. И вот, пожалуйста, сильный, грубый не нравится, нежный, но слабый. Мне нежный, слабый тоже тогда сильный, грубый. Мне тоже не нравится, тогда нежный, слабый. Пока не остановишься. Но еще раз повторяю, что будет с каждым разом хуже, потому что ты же бросаешь людей и теряешь на это благочестие свое, чистоту. Но если тебя бросают, то тогда ты просто прости, прими, раскайся, помолись, и Бог даст или назад вернет человека, или даст лучше. Лучше, значит, уже не будут бросать. Пытаться надо понять, что ненаполненный человек, пустой, истощенный, слабый, не может быть смиренным. Не может ни простить, ни принять. Потому что для того, чтобы быть наполнен, нужны силы. Эти силы идут только от Бога. К человеку не могут силы прийти. К человеку приходит только счастье, временное облегчение. Временное. Но постоянное нет, никогда. Если мы верим в человека, зависим от него, это называется желание или привязанность. Одна женщина мне вчера спросила, Олег Геннадьевич, мне очень тяжело отношение с сыном строится. Я говорю, может, не продолжать дальше? Она говорит, почему? Я вам сейчас все объясню. Вот смотрите, женщина ждет счастье от своего ребенка. Это называется привязанность. Она как бы живет его жизнью. Это допустимо в какой-то степени, если она не влияет на его жизнь, пытаясь ему навязывать поступки. Это допустимо. Женщине допустимо быть счастливым от близких людей. Допустимо. Но если она начинает требовать от них поступать вот так, жить так, то тогда рушатся отношения, потому что это насилие. Заботиться о них, верить в них, молиться за них. Это правильное настроение женщины за близких. И испытывать счастье в случае победы. Но если она хочет, чтобы он жил вот так, а он не живет, особенно если у нее плохой период, рушатся отношения. Я ей все вот так объяснил. Она послушала и говорит, ну да, но это очень трудно. Я говорю, да, это очень трудно, но это единственный выход. Если мужчина привязан к жене, он ее сильно любит, привязан к ней, не может без нее жить, то тогда она его бросит. Или ей будет очень тяжело с ним жить. Очень тяжело. Или она ему простит, и начнет служить. Думать о Боге. И не бросит тогда. Или он сам начнет думать о Боге, и станет самодостаточным в сердце. Когда человек становится самодостаточным в сердце, он может стать смиренным, то есть принять свою судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok